В Петербурге проходят дни Новгородской области. В Петропавловской крепости у стен Кронверской Куртины расположилась ярмарка производителей и ремесленников. В торжественном открытии приняли участие глава Петербурга Георгий Полтавченко и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Они вместе осмотрели шатры, где представлены традиционные продукты, народные промыслы и туристические маршруты. Руководители двух субъектов отметили, что между Петербургом и соседней Новгородской областью идет стремительное развитие торговли, образования и туризма. В этом году впервые в аэропорту Пулково на петербургских улицах появилась туристическая информация о Великом Новгороде. Для нас это очень важно. Мы видим, что туристы, которые приезжают в Петербург, заезжают в Новгород. Мы видим, что петербуржцы приезжают в Новгород. И, конечно, вот эти экономические связи, они от года к году становятся все крепче. У нас товарооборот только счетный, превысил 8 миллиардов в этом году. Многие наши горожане готовы ехать там несколько часов в какое-нибудь красивое экологически чистое место. А здесь буквально полтора часа. И вот тот продукт, который сегодня ваши коллеги новгородские предлагают, на мой взгляд, очень интересен. Это действительно место для того, чтобы прекрасно провести время, отдохнуть, насладиться природой. И я думаю, что вот этот продукт, он будет востребован петербуржцами. У стен крепости развернулся настоящий средневековый город в духе богатых новгородских традиций. Гости могут примерить костюм средневекового горожанина или воина, принять участие в мастер-классах и дегустациях и посмотреть выступления на сцене. Один из брендов Новгородской области – музей Тесовской ускоколейной железной дороги. Единственный на северо-западе и один из трех подобных в стране. Его директор привез на фестиваль уникальный экспонат автодрезину ПД-1. Кузов выпустили в середине 60-х и использовали для перевозки от руководства торфа предприятий или спромхозов. Таких автодрезин в мире осталось всего 15. Представляет собой незамысловатую конструкцию, легкое в обслуживании и простое в строительстве. Спереди у нее капот от газа 51-го, внутри двигатель от 21-го «Волги». Дальше коробка передач автомобильная, по сути дела автомобильные колеса. Тем не менее, очень полюбилась среди работников. Было построено больше тысячи таких дрезин и долгие годы они активно использовались на дорогах. Символический старт фестиваля дал залп с крыши Нарышкиного бастиона. Его произвел губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Фестиваль продлится в Петропавловской крепости два дня – 28 и 29 сентября. Продолжение следует...